Да, друзья мои, могу вам сказать мудро, что на моих глазах эта схема разослась, разрослась как минимум вдвое. Вот, это самая красная ветка Кончавы, вот здесь, не говоря уж про все остальные. Ладно, что же делать, пойдем сейчас до моей штаб-квартиры, а там, не знаю, что-то опять горушка начинает болеть. Не нравится мне это, друзья мои, потому что если оно заболит, это все, хоть не рождайся на свет, в смысле, хоть не просыпайся, и так просыпаться неохота. Честно, хотя почему, все еще совсем не так плохо. Я теперь вспоминаю, что в 17-м году, еще в начале, у меня уже это началось. Собственно говоря, я уже помню, что в конце своего пребывания, так сказать, в одном общественной организации, по названию Каменный Оркестр, уже последние репетиции, эти так называемые концерты, я уже просто с трудом переносил, как какую-то непомерную, нечеловеческую ношу, плохо, отвратительно себя чувствовал. Вот, не знаю. Ну и вот это вот, что не могу встать, тоже тогда началось. А, вот, смотри-ка, фонарики поставили тут в лист, или они уже тут были? А, да, да, фонарики вот этого. Ну, этот второй тротуар, я считаю, конечно, это, извините, ну, ладно. Так, сейчас, сейчас, что, ключик от машины у меня тут, в машину я сейчас не буду заглядывать, там такая лужа перед водительской дверью, в общем, я сегодня заглядывал туда, маленький телефончик свой конфетный потерял, в смысле оставил в машине, доставал, залезал через пассажирскую дверь, а потом защелкнул и захлопнул, потому что подойти к ключам к водительской не представлялось возможным. Мне сегодня мама заклеивала ботинки парафином, она как-то там делала, потом это прогревало феном, а этот парафин там, видимо, заполнял все фели, чтобы они не протекали. Вот так ботиночки вполне хорошие еще. Так, на круге у меня моя мороженка зимняя, клубничная, сейчас туда не пойду, хочу уже побыстрее пришвартоваться. Там, по крайней мере, моя комната, моя атмосфера, как-то лечь, вздохнуть, сидишь, вздохнуть. Так, завтра повторяю, что я к вечеру, надеюсь, заселиться на следовательскую станцию. И, в общем, я думаю, что я уже все вещи перевезу и все. Там мне потом мама захочет, конечно, еще возвращаться, но я как-нибудь постараюсь все обделать так, чтобы уже жить там. И, как говорится, все действия совершать оттуда. Что касается сюда, то есть делишки, конечно. Но, может быть, после середины мая у меня будет беседа с Ноздриным Сергеем Михайловичем. Это настоящий скрипичный мастер, который делает скрипки, выдающийся скрипичный мастер, скрипки с нуля. Я с ним предварительно говорил, и, ну, он так соглашается, но у меня всех собеседников пришлось уламывать в той или иной степени. Даже именно в той степени уламывать. Все едва-едва соглашаются. Потом я все-таки, значит, продавливаю это дело, и потом в итоге все довольны. Марина, Аня пришлось продавливать. Илья Ильич пришлось тоже немножечко договариваться. Мужчины легче договаривались, да. Вот Марину с Аней пришлось продавливать. Короче, женщину пришлось уламывать. Успей я перебежать. Очень хорошо. Я очень довольна. Прекрасно. Ну, все. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно.